Руководить муниципальными службами будут только специалисты высокого класса. Резерв управленческих кадров сформирован. Главное требование – высшее образование, опыт работы на руководящих должностях, особые заслуги в профессиональной деятельности. Конкурсный отбор и собеседование – подход серьезный. Всего 9 направлений, в том числе ЖКХ, промышленность, транспорт. Наталья Николаева уже 10 лет работает в серии управления. В марте стала победителем конкурса лучшей муниципальной служащей Самарской области. Конечно, хочется продвигаться дальше по службе, потому что я думаю, что начальник отдела в администрации района – это лично мой непредел. 83% всех муниципальных должностей сегодня занимают сотрудники, состоящие в кадровом резерве. Такой подход помогает повысить эффективность работы. Резерв управляющих кадров для Самары – новшество. В этом году сформирован впервые. Конкурс проходил в два этапа. Сначала нужно было подать все документы, а после того, как комиссия их рассмотрит, пройти собеседование. Вот этот кадровый резерв, который сегодня был проведен, позволит нам создать базу данных квалифицированных специалистов, которая позволит нам также их, возможно, подготавливать, адаптировать, чтобы при возникновении необходимости их назначения они смогли уже начать с исполнения обязанностей без каких-либо проблем. Все 33 претендента на включение в управленческий кадровый резерв конкурс прошли. Как отметила комиссия, отрадно, что в Самаре есть специалисты такого высокого уровня. Алина Чемерес, Валерий Шаронин. События.